Продолжение следует... Особенно те, кто к нам подключился с предыдущего выбора. Пожалуйста, отметьте в чате, все ли хорошо, видно ли нас с Петей и слышно ли нас. Ловлю ваши комментарии, очень круто, спасибо большое. Ну что ж, а мы начинаем. Итак, не случайно, сейчас рядом со мной сидит мой коллега Петр Костюков. Всем привет. Да, да, ваш специализированный гид, сертифицированный гид в мире ОЛТ. Да, я думаю, многие Петю знают уже в лицо, потому что это человек, который ведет проект, наш новый, очень нами любимый проект, посвященный лоялти, системе лояльности для всего рынка, с которой вы уже успели познакомиться. И сегодня мы с Петей будем рассказывать вам об очередных новинках, потому что мы не можем сидеть на месте ровно, нам всегда интересно что-то выдумывать. Плюс мы много анализируем, мы смотрим, как работает наша система и иногда понимаем, что нужно что-то еще. Итак, начинаем. Итак, друзья, все вы хорошо помните, что ОЛТ начался с 2017 года. То есть в течение всего года мы организовали для вас 9 онлайн-выставок, на которых вы бронировали турпродукты наших партнеров. Вы учились, зарабатывали баллы. Также ОЛТ был подключен к нескольким спецпроектам в компании «Профитрэвл». И в итоге 2017 года, в декабре, лидеры ОЛТ поехали в наш фирменный рекламный тур. Вот перед вами сейчас фотография наших лидеров, которые как раз возвращаются из Абудаби, через Дубай, фотографируются. Мы знаем, что здесь с Абудаби на картинке. Вот, да. И в 2018 году вы меня часто спрашивали, а что, как бы мы в январе никакие призы не анонсировали, что будет в 2018 году? Ну и как бы основной ответ, сейчас у нас призов будет намного больше. И вот один из первых таких призов, о которых мы сегодня подробно вам расскажем. Да, безусловно, у нас будет по итогам 2018 года специальная поездка для лидеров рейтинга, общего рейтинга, где копятся ваши баллы из-за активности на онлайн-мероприятиях, специальных проектах, и в том числе забронирование турпродуктов партнеров программы «Лоялти». Пока мы не можем анонсировать, но уверяем, что это будет столь же зажигательно, как и в прошлый раз. А может быть, даже и переплюнет предыдущую поездку, но посмотрим. Все будет видно, это уже дальше. Но самое главное, что сейчас мы вводим интересную новинку. И впервые, вот именно с выставки «Знай наши», но теперь так будет всегда, мы назначаем 500 баллов за финальное тестирование. Это значит, что действительно возможность выиграть призы теперь расширяется. И если раньше необходимо было очень тщательно выполнять все активности, которые есть на онлайн-выставках, то есть посещать стенды экспонентов, забирайте каталоги абсолютно со всех стендов, участвовать в презентациях, пересматривать их, не проходить какие-то попутные маленькие тестирования в рамках онлайн-мероприятий, чтобы иметь максимальный балл к концу. То есть сейчас, если вы действительно профессионал, если вы специализируетесь на работе с российским турпродуктом, если вы уверены в своих силах, если вы пришли за новыми партнерами, то вы можете позволить себе, наконец, действительно изучить те продукты, которые вам интересны, с которыми вы работаете больше всего, которые отвечают на какие-то запросы ваших туристов и ваши в том числе, прийти на итоговый эфир, ответить верно за 20 минут на вопросы нашего теста, получить 500 баллов, вырваться в лидеры и претендовать на призы. Мы считаем это очень классно. Ну да, я даже, если хотите, можете сейчас написать к нам в чате, чтобы так в реальном времени провести опрос, достаточно вам 500 баллов для финального тестирования или нет. И сколько баллов вам вообще необходимо для того, чтобы действительно закрепить все знания, полученные в выставке. То есть чтобы это был эквивалентный наград. Вот, 2000, я тоже на самом деле болею где-то за такие цифры, но все же будем поступательно двигаться. А также я хочу еще так же сказать, что по просьбе некоторых турагентов мы будем анонсировать о том, что финальное тестирование уже через 5 минут начнется, что вам стоит привлечь свое внимание и начать прохождение за 5 минут до этого финального тестирования. То есть не до, не будем то, что анонсировать с начала всего вебинара, а как раз за 5 минут до старта тестирования. Будем в нашем телеграм-чатике об этом писать. Да, да, подключиться к телеграм-чатику можно будет уже сейчас. По ходу презентации у нас будет специальный слайд, по нему посвященный. Мы закинем в чат ссылочку. То есть действительно очень полезно, много информации, но об этом потом. Итак, ну что же мы делаем еще? Мы, можно сказать, производим революцию в мире лоялти, потому что за прошлый год мы поняли по картине тех бронирований, которые вы вносили в программу, что нужно выделять российский турпродукт в отдельный рейтинг. Он этого заслуживает, потому что это специфичный турпродукт. Здесь не просто выстроить работу с партнерами. Многие для себя еще российский рынок в принципе открывают. И поэтому настоящих умничек здесь хотелось бы поощрить отдельно. И мы запускаем рейтинг лоялти на выставке «Знай наши». И сейчас расскажем про него подробнее. Итак, генеральный партнер у «Лоялти России» это Государственный комитет Республики Татарстан по туризму, который как раз организовал для вас наш суперприз. Это рекламный тур в Татарстан на 15 человек с перелетом из Москвы. Женя, добавишь что-нибудь про этот тур? На самом деле, знаем мы пока не очень много, но есть информация, что он состоится либо в конце августа, либо в начале сентября. И это как раз очень приятное время для того, чтобы знакомиться с Татарстаном, гулять показания. Плюс мы знаем, что этот рекламный тур будет очень необычным, особенным. То есть маршруты будут продуманы настолько, иначе и настолько, чтобы вам получить возможность изучить это направление очень подробно, что это будет очень необычный рекламный тур. Ну а сейчас будем рассказывать, как же в него попасть. Я на предыдущем вебинаре анонсировала, что 5 победителей выставки «Знай нашим» смогут отправиться в этот рекламный тур в Татарстан. То есть лидеры обучения точно так же на итоговом эфире, после того, как мы проводим тестирование, вы получаете уже 500 баллов, вырываетесь в лидеры. Все. Я думаю, что многие из вас будут ближе к этой цели и смогут выиграть рекламу в Татарстане. Ну а дальше? А дальше, конечно же, брони. Да, вот здесь покажем рейтинг сегодня тоже, вы его видели, уже знакомое для вас изображение платформы. Вы, наверное, уже, кто часто посещает левоты, кто вносит брони, уже, наверное, обратил внимание в том, что мы на нашей странице разместили новый рейтинг. Вот он так вот выглядит сейчас. И если вы обратите внимание, то в этом рейтинге уже есть лидеры. Как так произошло? Произошло это потому, что мы решили принимать брони, внесенные к нашим партнерам по российскому продукту не с сегодняшнего дня, а с 1 января. То есть с 1 января уже кто-то вносил эти брони, и вы, как видите, есть уже определенный рейтинг. То есть сейчас, если вы обратите внимание, что баллов там не так сильно много, то есть начинаете бронировать одного-второго туроператора и уже получаете весомый результат. Отличное вступление. А я сейчас расскажу, как раз, какие компании можно бронировать, чтобы получать баллы. В очень тесной связке у нас проходит «Лоялти – знай наше» и «Выставка – знай наше». Буквально объединяются в одно. Потому что экспоненты бизнес-компаний, которые представляют свои новинки и продукты на выставке, как раз становятся партнерами рейтинга «Лоялти – знай наше». Здесь, на этом слайде, вы можете увидеть раскадровку по баллам, которые можно заработать. Как видите, баллы разные. И я сейчас постараюсь объяснить, почему так произошло. Прежде всего, итоговая конечная поездка у нас связана именно с Татарстаном. А это интересный край, где очень сильны экскурсионные туры, экскурсионные маршруты. Именно поэтому мы именно в этом полугодии, этой части рейтинга «Лоялти – знай наше», мы делаем ставку на экскурсии. Поэтому за бронирование экскурсионных пакетов вы будете получать максимально возможные баллы. То есть, за бронирование пляжей – 50 баллов. За бронирование любого другого отдыха – активный, детский, туризм, майс, что угодно. Если вы вносите свою броню в программу «Лоялти», вы будете получать 100 баллов. Если ваша броня связана с экскурсиями, то это уже 300 баллов. Но и это еще не все. Да, есть еще 500 баллов. Но тут очень интересная ситуация. Потому что в Казахстане есть 4 очень крутых туроператора, за брони которых, а именно экскурсионные брони, вы будете получать вот эти 500 баллов. Но помимо того, что вы будете получать баллы, вы также будете принимать участие в отдельном рейтинге. Как увидели у Жени на одном из слайдов, что три места в нашем экскурсионном туре как раз организованы для лидеров именно по броням этих 4 туроператоров. Это спутник Казань, бедро путешествий Казань, лидер Казань и персоноград. Помимо этого, Женя, переключи, пожалуйста. Да, конечно. Для вашего удобства мы сделали так, чтобы во время внесения брони все наши туроператоры и все наши партнеры, которые участвуют в рейтинге «Знайнаше» и в рейтинге спецноминации по Тартапуру Татарстану, они отмечаются отдельными иконками. То есть очень удобно искать требуемого партнера. Да, можете прямо сейчас пройти на страничку Profit Travel Slash Loyalty, попробовать внести бронь, промотать кампании и увидеть, что многие из них уже отмечены специальными значками для вашего удобства. Я также добавлю, что... Вернемся чуть-чуть к слайду с туроператорами Татарстана. Расскажу, что сегодня мы решили пойти здесь навстречу и провести презентацию, где выступят как раз представители этих туроператоров, расскажут о своих продуктах. Чуть позднее расскажем, когда именно это случится, но мы понимаем, что важно сначала познакомиться и посмотреть продукт, а уже после начинать бронировать. То есть если для кого-то эти названия пока новые, то, уверяем, очень скоро они станут большой частью вашей жизни профессиональной. Итак, движемся дальше. Наш слоган по-прежнему остается «Бронируй, не отвлекайся на лишнее, идти в рекламу к Profit Travel». А итоги по вот этим двум нашим рейтингам, по вот этому промежуточному призу, так что у нас будет приз еще в конце года, мы подведем 2 июля. Да, все так. То есть ваше бронирование можно спокойно вносить в программу Loyalty до 24 июня, верно? Да, до 24 июня мы принимаем брони, после этого делаем паузу для подсчета, для работы с проверкой турагентов, чтобы там не было каких-нибудь махинаций. Да, будьте готовы к тому, что мы вам позвоним, будем много общаться, потому что действительно только лучшие, настоящие специалисты, профессионалы достойны классных подарков. И мы уверены, что среди тех, кто нас сейчас слушает, конечно же, такие есть. Ну, остается вас еще раз пригласить в наш канал в Телеграме. Попрошу сейчас ссылочку сбросить на него. Да, сейчас, одну секунду. Найдем? Я сейчас отправлю ссылку. Отлично, хорошо. Я выложу в чат. Видели ваши комментарии о том, что все уже немножечко заколебались с этим Телеграмом, но на самом деле мы его очень любим, поэтому будем часто говорить о том, что ждем вас именно там. Ну, мы с удовольствием бы это сделали в Ватсапе, если в Ватсапе не было бы привлечения для оповещения подписчиков. Вот. А, ты хочешь? Да, я бы не сдох. Вот. И поэтому мы пользуемся Телеграмом. Да, и на самом деле сейчас там очень уютно, спокойно. Там мы публикуем всю информацию новую о проектах, где можно набирать активности, активности, получать баллы за активности. Анонсируем и обучающие программы, и как раз онлайн-выставки. Плюс я знаю, что Петя всегда делится. Если появляется новый участник, экспонент открывает на выставке свой стенд, то Петя первым делом сообщает об этом в чат-лойалти. То есть это просто удобно, что если вы участвуете в этой программе, играете вместе с нами, то легко получать информацию, и не отвлекаясь на лишнее. Итак, ну вот, ссылочка в чате, можно вступать. А мы сейчас пройдемся по всем вашим комментариям. И если есть какие-то вопросы, то пишите. Мы постараемся часть из них закрыть. Я думаю, что у нас примерно еще 10-15 минут. И на этом мы нашу сегодняшнюю с вами очную встречу завершим. Итак, по поводу еще раз количества баллов за тестирование. Думаю, вопрос у нас не закрыт. Как Петя сказал, что он борется за очень большие баллы, потому что тестирование – это действительно такая довольно даже стрессовая проверка на знания. И тесты наши, они вовсе не простые. Я думаю, кто с нами уже давно и прошел ни одну выставку, и попробовал себя ни в одном финальном тестировании, сейчас мне ответит в чате, что это действительно так. Нужно очень круто разбираться в нюансах отдыха в России, чтобы его пройти легко и быстро. Я еще видел вопрос по поводу того, что в Телеграме у многих какой-то творится спам. Пишите к нам в чат, разберемся с удовольствием. У меня в Телеграме никакого спама нет. И в принципе это очень легко предотвратить. Нужно только посвятить этому 5 минуту времени. Вижу комментарии о том, что финальное тестирование уже мало что решает. Но вот как раз мы хотим сделать за него суперповышенный балл, который позволит вырваться в лидеры тем, кто по каким-то причинам не мог участвовать во всех активностях, которые есть на выставках. Мы же понимаем, что приходят туристы, что случаются какие-то командировки. Нельзя просто всего себя посвятить выставке. Это какой-то идеальный мир. И мы понимаем, что это так. Именно поэтому вводим повышенный балл, посмотрим, как пойдет. Может быть еще увеличим балл за него. По поводу победителей, которые одни и те же. Вот пишите мне в чат, но с удовольствием пообщаемся на эту тему. По поводу того, что мне лично вообще... Я с турагентами не дружу. Я сам не турагент. И мне неинтересно кому-то отдавать призы. Давайте, пишите в телеграмму, и там все вопросы по поводу вот этих вот. Что одни и те же. Вот просто кому-то человек повезет. Я не могу. Я сам на это все постоянно смотрю и вижу, как один и тот же человек из 50 абсолютно новых снова побеждает. Это просто судьба. И тут с этим ничего не поделаешь. Спасибо, Петь. Вижу тут вопрос по поводу деталей самого рекламного тура в Татарстан. Спрашивает наш слушатель, если победитель из региона, нужно ли добираться сначала до Москвы, чтобы там сесть на самолет, и уже тогда улететь в Татарстан. Мы пока не можем гарантировать, что будут оплачены перелеты или перевозка победителей из разных-разных регионов, но мы также понимаем, что это было бы, наверное, не совсем удобно. Будем сами узнавать новости, подробности и, конечно, с вами делиться. Пока вопрос открытый и для нас. Да, внимательно читайте мою ссылку, и я буду в течение вот этого периода активно про это рассказывать. То есть как только новая информация появляется, сразу же буду анонсировать. Коллеги спрашивают про Annex Tour. У нас приостановлены внесения брони до следующей конкурсной активности. Это так? Да, 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 все так. Ну, то есть по Annex у нас была конкретная совершенно активность. То есть мы бронировали Абу-Даби, и она имела определенный период. Вот от 18 декабря она завершилась, и поэтому приостановлена. Если вы хотите бронировать, выносить брони Annex, пишите об этом активно, и наши менеджеры будут ваш интерес представлять уже среди наших партнеров. Вижу также вопросы по поводу тестирования шарджа. Передадим их коллеге, которая ведет этот специальный проект. Я думаю, у нее гораздо актуальная информация, чем мы можем сейчас спеть и вам ответить. И, ну, на самом деле у нас есть единая почта, куда можно задавать любые вопросы. И по шарджу точно так же можно их вписать вот сюда. Сейчас я напечатаю ее. Ага. Вот, это почта, которую читают абсолютно все мои коллеги, которые заняты на производстве обучающих проектов. В специальных проектах, в том числе онлайн выставок, можно задавать сюда любые вопросы. И на самом деле мы отвечаем на эту почту постоянно. Поэтому, ну, если что-то потерялось, ну, давайте напишем еще раз. Конечно же, мы ответим. Потому что общение с вами, это, пожалуй, залог, единственный залог, вот, главный залог нашего успеха на рынке, в принципе. Так, ну что ж, коллеги, пособираем еще некоторое время вопросы. Давайте лично, еще раз акцентирую внимание на страничке нашей выставки. Я бы как раз сейчас снова сделала доступным экран, чтобы прокомментировать наклейки специальные, которые появились сегодня с утра на стендах компании. Так, один момент, дайте мне несколько секунд, чтобы открыть общий доступ. Так, отлично. Попадаем на страничку выставки. И сейчас я уже как раз могу посвятить время тому, чтобы рассказать, что же произошло на наших стендах. Вот вы видите, например, на стенде Татарстана наклеечку 500. Я на нее навожу и вижу, что это не случайно. Татарстан участник программы Loyalty. И забронирование туров в Татарстан с туроператорами, как раз которых Петя уже озвучил, операционного града, бюро путешествий Казань, спутник Казань и лидер Казань, вы будете получать 500 баллов и в общий рейтинг, и в рейтинг Loyalty, которые позволят вам победить и выиграть рекламу кем-то Татарстану. Да, подожди. В «Знай-наше» 500 баллов попадать не будет. Нет, в «Знай-наше» на выставочный рейтинг не будет, а в рейтинг, который на странице Loyalty, и который Loyalty России, мы можем так сказать, вот как раз это место для баллов. Здесь видим туроператор Кандагар, 300 баллов и расшифровка. Почему 300? 300 баллов вы будете получать за бронеэкскурсионных туров с Кандагар, а 50 баллов за бронепляжных туров с тем же туроператором. Собственно, та раскадровка, о которой мы уже упомянули. И вот можно остановиться на многих-многих стендах. Наклеечки будут появляться везде. Как только мы будем заносить партнера в нашу программу, он сразу же будет появляться и наклеечка с количеством баллов, которые можно получить за продукт этой компании. Ну что ж, возвращаемся в презентацию. Так, проверяем. Ну все, думаю, тогда все понятно. Постарались рассказать максимально доступно, как смогли. Думаю, можно еще написать коллегам в чат почту, лично Петину почту Loyalty собачка Profit Travel, на которую уже Петя отвечает всем. Куда высылать броню? Отличный вопрос. Вот давайте сейчас как раз выложим страницу. Еще раз продемонстрируем экран. Будет отлично как раз ориентироваться, куда конкретно нужно бронирование вносить. Сейчас я выложу в чат ссылочку, где, собственно, находится сама система Profit Travel Loyalty, из-за чего и весь выбор. Итак, коллеги, кто также хотел бы разобраться, рекомендую сейчас пройти по этой же ссылке и вместе со мной совершить путешествие по страницам. Итак, вот и мы. Profit Travel Loyalty, первый экран. Можно, в общем-то, даже далеко не ходить, никуда не опускаться, а перейти сразу к розовой кнопочке, которая в правом нижнем углу находится. Называется она «Внести бронь» с плюсиком. И вот что вы видите. Собственно, форму внесения брони. В пункте 2 вы можете выбрать компанию, бронирование которой вы совершили. Как раз вместе с вами сейчас пролистаем и увидим те самые значки, о которых Петя говорил. Вот, например, GreenFlow Hotel, 4 звезды. Партнер программы рейтинга Profit Travel Loyalty Россия. И вот их будет здесь еще много. Вот снова-снова значки. Все, как только совершилась бронь, выбираете партнера. Ну, допустим, это будет... Бархатный сезон. Бархатный сезон. Что происходит дальше? Пляжный туризм, да, 50 баллов мы даем. Дальше вы выбираете... У нас у разных партнеров есть разные активности. То есть сейчас мы с вами разговариваем про активность под названием Loyalty – знай наша. И, соответственно, из этого списка, если вы хотите принимать участие именно в этом рейтинге, борьбу, будете активно бороться в этом рейтинге, то выбираем... Так, сделаю. Выбираем Loyalty – знай наша и вводим все данные, которые вы... У вас уже есть на руках, так как бронь – это ваша. Вы указываете данные о ваших туристах, о дате проживания. Ну, в зависимости от того, что требуется партнеру для проверки этой брони, эти поля могут изменяться. Вот. И указываете информацию о себе для того, чтобы наш партнер мог убедиться, что вы действительно самостоятельно отправили туристов к нему в гости. Вот. Все, нажимаете «Сохранить». После этого ваша заявка уходит к нашему партнеру. Партнер собирает заявки, ну, происходит, допустим, раз в неделю. Кто-то это делает раз в две недели, в зависимости от загрузки. Вот. Собираются все заявки, партнер проверяет, соответствует заявке действительности, отмечает все, вы получаете в этот момент балл. Вам на почту приходит уведомление о том, что вы получили, допустим, 500, 300 или там 100 баллов. Вот. И в личном кабинете также вы можете тоже видеть историю получения этих баллов. Когда вы зайдете на Profit Travel в личный кабинет, то в истории, в разделе «Мои баллы» вы можете увидеть всю историю вычисления. И также мы гарантируем, что к подведению итогов ко второму июля мы сведем все хвосты и все бронирования, которые вы внесли, внесете в систему, и которые не были подтверждены с одного момента. Сразу же они, конечно, мы добьемся того, чтобы они были рассмотрены и либо добавлены в копилку ваших баллов в рейтинге, либо же нет. Так, снова возвращаемся к презентации. Если вы бронируете отель участника ОЛК через оператора участника ОЛК, то вы сами решаете, в какую корзинку вы отдадите свою броню. То есть хотите, это будет... Наверное, это будет вам очевидно в математическом плане, потому что, допустим, если у туроператора это будет 100 баллов, а у отеля 50, то есть смысл отдавать именно туроператору. Либо может оказаться так, что туроператора пока нет в нашей системе, соответственно, баллы можно получить только за отель. Часто еще отель, допустим, не может проверить вашу бронь, потому что ему нужно убедиться в том, что туристы приехали, то, что туристы выехали, и только тогда он может говорить, да, это бронь настоящая. Брони, которые были сделаны несколько дней назад или неделю назад, можно ли вносить? Да, как раз все брони, начиная с 1 января, вы можете вносить в рамках вот этого нашего рейтинга «Лойалтизнай наш». Другие брони, которые вам дают преимущество в основном рейтинге, вы можете, вот в том периоде, с какого числа можно вносить до какого числа, вы можете узнать в форме внесения брони. Там эта информация есть. Допустим, вы выбираете туроператор Артур, и в следующих полях вы увидите информацию о том, что принимается брони с такого-то числа по такой-то. Соответственно, если там есть данный, ну, как бы, это предыдущий период, то вносите легко свою бронь, которая была за предыдущий период. Итак, ну что ж, я думаю, мы молодцы, постарались ответить на массу вопросов. Если еще есть какие-то вопросы, тоже ждем. Как найти номер подтверждения отеля, если он забронирован через туроператора? Ну, я думаю, можно запросить, например, у туроператора. Какие-то еще были такие прецеденты? Да нет, ничего такого не было, что в том... Обычно, если какой-то информации недостаточно, то это, как бы, наверное, в этом деле, что-то нечистое в этом деле. Ну, на самом деле, с туроператором вы же на связи в любом случае. И просто запросите, чтобы эта информация дала вам возможность внести вашу заявку и получить за нее заслуженные баллы. Ну, и еще отвечу на этот вопрос так, что вы можете легко внести заявку о том, что вы не знаете какой-то данный по какому-то полю, то, например, все наши заявки проявляют люди. И если он видит, что нет информации, а он идентифицировал вашу бронь по другим данным, то он легко подтверждает эту заявку. То есть, если у вас чего-то не хватает, вписывайте все, что есть, отправляйте и ждите, когда справедливо. Отлично. А если уж придет отказ, то тогда можно будет довести некоторую информацию и уже тогда бронь точно будет подтверждена. Ну, что ж. Вопрос по результатам викторин. Сложные, тяжелые, тягучие вопросы, которые длятся и длятся. Мы всегда стараемся, конечно, быть на вашей стороне. И максимально мучаем партнеров, которые проводят, устраивают какие-то активности, за которые обещают призы. Но, к сожалению, даже мы не все сильны. И иногда нам не получается. То есть, если вам где-то год назад пообещали приз, мы за него боремся до победного. Но случается так, что в этих компаниях какие-то кадровые перестановки, что-то еще, и все это затягивается. Чаще у нас получается добиться правосудия, и победитель получает свой приз. Но иногда, к сожалению, бывают файлы. Поэтому, ну так, просто жизнь. Да, кто-то пишет ко мне в телеграм-чат, и мы пытаемся уже еще плюс через меня воздействовать на нашего партнера, который провел докторин. Спасибо огромное, что вы нам пишете. Это правда важно, иначе просто с мертвы точки избегаться не будет. Поэтому обязательно написывайте нам и как можно больше. Мы будем со всем-совсем разбираться. Итак. Примерное время проведения вебинара, чтобы рассчитать свое время. Проведение эфира не очень понимаю пока вопрос. Вот именно когда речь идет о каких-то наших закрывающих эфирах или открывающих, на самом деле любые вебинары, как правило, длятся час. Есть эфиры у коллег, у партнеров наших, которые могут длиться по полтора, по два часа. Как правило, все это в расписании очень легко можно увидеть и понять, как долго сейчас все будет происходить. Ну да, наблюдительность вебинара нам, увы, не предсказать. То есть у вас есть возможность посмотреть это всегда в записи, у вас есть всегда возможность задать вопрос после, то есть мы передадим партнеру и он с удовольствием ответит, если это все-таки какой-то большой интересный вопрос. Поняли, что большая боль, не хватает промежутков между вебинарами. Будем обсуждать. Громе спасибо за этот комментарий. Ну что ж, а вот сейчас мы как раз готовы устроить тот самый промежуток перед следующим эфиром, который начнется через 20 минут. и он также будет проходить в рамках выставки «Знайнаши». Прошу прощения. Петя, подхватывай. Да, я просто читаю вопрос тут, извините, я Женину тему перебью по поводу того, что про честность участников, которые выбились в лидеры и просматривают именно в образовательном нашем рейтинге. А просто непонятно, в чем может быть нечестность. То есть в том, чтобы человек написал компьютерную программу, которая ходит по нашим стендам или там смотрит за него вебинары, ну такой человек может это сделать, но мы его можем легко увидеть. Такое было, мы находили турагентов, которые действовали нечестно и я лично писал и созванивался с ними о том, что как бы товарищ ай-яй-яй больше так не делать. Так что как бы технически пишите, если у вас есть какое-то подозрение ко мне в чат, я с удовольствием разберусь в этой ситуации. Да. Вот последний вопрос как раз тоже очень интересный. Был последний розыгрыш. Ольга, напишите на академию собачков профитревел, что это был за розыгрыш, потому что вот так из контекста выхватен довольно сложно. И ну будем смотреть, потому что в любом случае наши призы достойно получить всегда, как было, это исторически сложилось, это никуда не ломается и не двигается, исключительно профессионалы туризма вы. Да. По поводу того, что вообще глобально по поводу распределения времени для того, чтобы вам удобно и комфортно было вовлекаться в общение на вебинарах. Вот. Мы эту проблему хорошо знаем, мы работаем над этим как раз для того, чтобы сделать так, чтобы вы как бы не отвлекались на лишнее и вот только по сути изучали то, что вам нужно. Или там проходили тестирование и не тратили кучу времени в ожидании. Я это все хорошо понимаю, мы работаем над этим и в 2018 году мы уже себе запланировали такие обновления для того, чтобы сделать вашу работу более комфортно. Спасибо огромное, Петя. Ну что ж, мне остается только проанонсировать наш следующий эфир, который также проходит в рамках выставки «Знай наши», посвящен он будет очень крутому музыкальному фестивалю «Ерумьюзик Найт», который проходит в Екатеринбурге, этим летом также будет. Самое любопытное в этой истории, что Profit Travel также приложил руку к тому, чтобы путешествия на фестиваль стали пакетным туром. Мы организовали рабочую встречу, где встретились ательеры, встретились местные туроператоры и представители самого фестиваля. И ура, на свет родился пакетный тур, который очень скоро будет доступен. Возможно, даже сейчас, нужно это только уточнить, можно бронировать путешествия в Екатеринбург в очень классное летнее время на Yerom Music Night, пожалуй, самый зажигательный фестиваль, который только можно выдумать. Никаких тебе закрытых платных площадок, все открытое, весь город поет, танцует, очень на разный манер, можно всю ночь гулять, ходить и просто как бы под кайфом находиться. У нас только атмосфера заряжающая, зажигательная, очень шикарное мероприятие. И со звездами мировой величины, конечно же. Ну что ж, все? Да, все, пишите нам как можно больше. Пока-пока. Да, всех любим. Муа. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...